Отправляя ребенка в детский сад, в школу, вы уверены в его безопасности? Лучше не отправлять, вот не ходим в детский сад поэтому, то там тревога, то там заминировали, то еще что-нибудь. Естественно принимается, ну то сидит этот вахтер, вероятно, на вахсе в школе, дежурные воспитатели по группам. В 50-м, я так скажу. Я лучше бы ребенка дома бы оставил и нанял людей, которые бы обучали его. А ваш ребенок дома занимается? Да. Я считаю, что это все зависит от информации. Вот эти тиктоки всякие, вот это все портит молодежь. Ну а там что хорошего? Видимо ничего хорошего нет, раз вот это происходит у нас. Во-первых, надо менять сознание людей. Можно поставить сотни видеокамер, поставить вышки, автоматчиков. Но человек, если захочет зайти и убить, он убьет. Надо мышление в голове у человека менять, чтобы не было таких поступков. А нанимать охрану, видеокамеру и все, это ничего не даст. Он на перемене выйдет в туалет, принесет ружье и начнет всех стрелять. Почему, когда мы учились, таких случаев никогда не было? Потому что людьми занимались, их воспитывали. А сейчас никто никому не нужен. Вот и результат. Да, во многих школах охрана, конечно, бдительная, но не во всех далеко. Охрана непрофессиональная. Ну, сидят, не знаю, люди пожилого даже порой возраста. Как он сможет защитить детей? Как обезопасить? Сто процентов нет. Ну, потому что сидят вот такие же бабушки-вахтеры, как сидела в Казани. В некоторых только принимаются достаточные меры, где стоят турникеты, сидит настоящая охрана. Ну, и то, мне кажется, этого не вполне достаточно. Иногда бывает, что охранника нет на месте, он выходит куда-нибудь покурить. И воспитатели, когда звоним, не спрашивают, кто пришел. Просто открывают на автомате и все. Уже сама об этом задумывалась еще до трагедии в Казани. Закрытую делать зону. То, что ребенок заходит, приходит оповещение родителям, что ребенок пришел. Выходит, тоже приходит, что ребенок вышел из школы. То есть, прям серьезный контроль, чтобы с датчиками на металл, чтобы стоял. Мы уже проверяли все. Потому что, если вооруженный человек туда придет, его невооруженная охрана не вряд ли сможет как-то остановить. А поставить вооруженную охрану, а кто расходы на себя возьмет? Что в основном охранники старенькие дедушки такие, которые не могут противостоять молодым ребятам с оружием. Страшно. И с каждым годом страшнее и страшнее. Вот у меня получается двое детей ходят в школу, первый и второй класс. И поэтому мне страшно. Вахтер, тетенька. Поэтому, да нет никакой защиты. Я так думаю, что особо и не будет. Даже я сегодня читала с утра там новости, тоже на каком-то портале, что там силовикам, что они хотят усилить. Да бесполезно. Не будет такого никогда, мне кажется.